У меня есть зеркалка, у меня там есть хороший фотик. Я боженька. Деньги сыпятся с небес. Тебе нравится? Свадьба на фоне какой-нибудь свалки. Вы вообще это представляете себе? Нет? Ребята, вам будет стыдно их взять себе в портфолио. Ты не должен снимать. Ребята, всем большой привет. Меня зовут Даша. Рада приветствовать вас на своем YouTube-канале. Сегодня я расскажу вам о топ-5 заблуждений начинающего фотографа, на какие попадалась лично я, и что нужно делать для того, чтобы исправить эту ситуацию. Итак, первое заблуждение, и мне кажется, это самая распространенная ошибка. Я прошла это лично на себе, и фотографировала я так давно. Это не обращать внимания на освещение. Если ты думаешь, что освещение не играет главную роль, то это самый главный постулат, если быть точнее. Мы должны понимать, что грамотно построенный свет — это определенная картинка, определенное настроение. А просто взять в руки камеру и понимать, что, ну тут, блин, тут вообще ничем не поможешь. Заходим в настройки, в лайтрумчик, и еще куда-нибудь в фотошоп. Поднимаем экспозицию, все. Мы понимаем, что у нас начинается очень интересная картинка в виде шума. Не думайте о том, чтобы вытяните экспозицию уже на обработке, да? Подумайте перед тем, как сделать кадр, хватает ли у вас освещения, возможно, нужна дополнительная вспышка, либо вообще уйти от этого места, перенести съемку. По вашим возможностям, если у вас хватает средств, докупите себе хорошее освещение. Если у вас пока такого нет, в начальном этапе редко кто закупается дорогой техникой, все пробуют, все думают, получится ли, получится ли. Кстати, по этому поводу могу снять отдельный ролик, и это вот такая тема, которая мешает становиться хорошим профессионалом фотографии. Я сама столкнулась с такой проблемой. Если вам интересно, то, пожалуйста, внизу оставьте комментарий. Да, я хочу такой ролик на такую тему. Вот, я буду, ну, рада, что вы мне откликнетесь, и я обязательно об этом расскажу. Итак, заблуждение номер два. Что же это за заблуждение? Мне кажется, многие меня поймут. Когда ты только покупал себе зеркалку, ты думал, все, я боженька, деньги сыпятся с небес. Тебе нравится? Так вот, про что я хочу сказать. Мы, имея хорошую камеру, думаем о том, что все, зачем там что-то париться, ты там с фото у тебя там офигенно развод размылся, бакешечки там, мяшечки, все круто. Ну, знаете, это вообще неправильно. Когда мы говорим, у меня есть зеркалка, у меня там есть хороший фотик, и теперь я буду фотать так, как мне надо. Я не буду думать ни о фоне, ни о чем. Так не работает. Абсолютно. Все должно быть лаконично построено, как-то по тематике все это правильно, доступно, понятно, показано. Ну, вот, например, возьмем красивую молодую пару свадьбы, ну, к примеру, свадьба на фоне какой-нибудь свалки. Вы вообще это представляете себе? Я лично нет. Это как-то вообще не клеится в голове. Думайте, пожалуйста, и над фоном тоже. Хороший фотограф, который уже давно занимается, с первым делом он там договаривается о съемке, потом какой-то стиль, локация, и все это должно уже быть подготовлено до вот этого всего. И тут вытекает третье просто заблуждение, импровизация. Я же фотограф. Особенно, знаете, когда это? Когда тебе какая-нибудь подружка твоя, она его испеченная, или друг, говорит, пойдем гулять, пофоткаемся с тобой, ммм, пошли гулять. А на самом деле она просто или он хочет холярных фоток. Но это не важно. Вы не готовились ни к съемке, у вас нету мудборда или референсы, как вам будет удобно. Например, вы не знаете вообще, в чем этот человек будет. Вообще ни концепция, ни стиль, ничего не продумано. Что же вы хотите? Хороших фотографий? Да не будет ни в жизни, даже вам будет стыдно их взять себе в портфолио и куда-то выставлять, например, в Инстаграм, если вы ведете какие-то соцсети для раскрутки. Вот, кстати, хорошая тема. Я в этом обязательно сниму ролик, как фотографу раскрутить себя, как продать свои услуги. Вот, хорошая. Поэтому следите, ребятушки. Переходим плавно к четвертому заблуждению. Когда мы начинаем вынимать очень профессиональных фотографов, и, блин, я реально повсеместно видела на Ютубе, ты не должен снимать в трех или четырех жанрах. Выбери только один, потому что я профессионал, то есть, типа, как профессионал может не делать этого, а это делать, и то делать, и вот это, а вот это вот, ну... Нет, ребята, не надо вот это вот слушать вначале. Это хороший совет, на самом-то деле, чтобы в дальнейшем вы фотографировали в одном направлении. Но, когда вы только начинаете, вы еще не знаете, что вам нужно. Я реально, я вот сама не знала. Я начинала с бабочек в детстве, с пчелок, и мне казалось, это самое произведение искусства, тем более еще на мыльницу. Я фоткала березу или рябину, просто без всяких там бакей, без всего. Это просто шедевр. А теперь я понимаю, что мне не нравится фотать банкеты, мне не нравится фотографировать детей. Я очень люблю детей, но я ненавижу их фотографировать, потому что это взрыв мозга. Просто вот, ну, мне не нравится. Я не люблю ню, а мне предлагали миллионы раз. Вы знаете, что делать? Напишите об этом в комментариях, если вы тоже хотите об этом узнать, да, как отшивать клиентов ню, если вам это не нужно. И как они вообще нас находят? Мы не пишем, что мы снимаем ню, а нам предлагают ню там приехать на какие-то... Короче, ребят, если вам нравится такая тема, я про это тоже расскажу обязательно. Так вот, если вы только начинаете, пробуйте все, вот абсолютно, до, не знаю, зоофотографии, фотоохота, если вы не знаете, что это такое, это очень крутая вещь, но это, знаете, повсеместно с людьми, которые очень много путешествуют. Прям вот советую. Такие иногда кадры просто получаются, ты думаешь, господи, это же так круто, а я тут людей фотографирую, да, там люди фотоохота занимаются. Вот, пробуйте все, вас никто на начальном этапе не ограничивает, да вообще, в принципе, вас никто не ограничивает. Человек волен делать свой выбор, какой он захочет, и никто ему не должен диктовать, как ему творить, и как ему создавать красивые кадры. Вот, ребят, фотографируйте много, у вас должно быть много опыта, вы должны понимать, потому что съемка, каждая съемка, она отличается по стилю, по вообще исполнению, где-то нужно постоянно использовать мягкий свет, как в женских портретах, если вы любите или какого-то жесткача, то там жесткий свет, какой-то фон, настроение, пробуйте, узнайте себя для начала, и потом уже можете переходить к каким-то таким коммерческим советам, потому что в первую очередь это коммерческий совет. Ну и напоследок, пятое завершающее заблуждение. Ребят, я думала два года о том, что все получится само собой. Если у меня была там одна-две съемки, вот портфолио, у меня там две съемки, я такая, где мои клиенты, почему ничего не получается? Ребят, с точки зрения коммерции, вы должны быть не только фотографом, вы должны быть продюсером этой съемки, вы должны быть маркетологом, потому что вы должны знать, как уметь продать себя и тому подобное. Вы должны быть ютубером, потому что это может тоже помочь как-то продать свои услуги. Я не знаю. Я это делаю чисто ради интереса, и просто хочу делиться с вами хорошей информацией полезной, которой мне, кстати, не хватало в свое время. Вот. Сейчас очень много информации, но сложно найти структурированную. Поэтому я одниюсь с вами. Ребят, будьте ответственны за свою работу, будьте ответственны за ваш успех. Никто у вас не придет и не наградит, и не скажет, вот тебе рецепт лучшей фотографии на свете. Вы должны на опыте все проходить, всему учиться, самостоятельно. Это долгий-долгий процесс. Ребята, работайте, будьте уверены в себе, но при этом не настолько уж, что вы сидите на диване и вы думаете, что мана небесная упадет вам на голову и скажет, чувак, ты офигенный фотограф, мы молимся только на тебя. Будьте уверены в том, что ваши части только в ваших руках. И вы должны работать, очень много работать над тем, чтобы все у вас получилось. А я уверена, что у вас все обязательно получится. Спасибо, что были со мной. Подпишитесь на меня, если было полезно и интересно. Ставьте лайк этому видео. Также, ребят, нажимайте на колокольчик, чтобы не пропускать мои следующие ролики. Я вам желаю все по-самому классному. Подпишитесь на мой инстаграм, там мои работы. Пишите туда свои комментарии, что вам нравится из моих работ, что вам не нравится. Я буду рада любой критике. Я отношусь к этому абсолютно позитивно, потому что критика это бесплатный хороший совет. Все, ребят, я желаю вам всего самого крутого. Оставайтесь со мной и вам всего самого наилучшего. Пока!